Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале! Смотрите, какая красота у меня в гостях на коррекции! Это моя клиентка, и когда она записывалась ко мне на маникюр, сказала, что у нее не очень ногти. Я подумала, ну сломался, или может стукнулось, или еще что-нибудь. Ничего страшного, исправим. Но такого я вообще не ожидала. Но об этом чуть позже. Сегодня у меня в обзоре, помимо красивых ногтей, еще и гель-лаки торговой марки Винсал. Заказывала вконтакте в сообществе Эль Паза. Я здесь раньше брала гель-лаки Эль Паза и Арбикс, а вот теперь заказала протестировать и эту торговую марку. Этими гель-лаками работать сегодня буду впервые. Вот такие приятные флакончики, стильные, лаконичные, ничего лишнего. Приятный бонус, вкусняшка от Эль Паза Шоп. Также в заказе вот такие вот два флакончика торговой марки Супер Нейл. Это моделирующие камуфлирующие гели. Хочу проверить, гибкие они или нет. Гели вообще твердые материалы. После просушки не должны гнуться. Но сейчас материалы совершенствуются, технологии не стоят на месте. Наношу достаточно густым слоем и проверяю. Почему-то я не удивлена. Материал действительно гибкий. Я когда-то подобные гели заказывала только с Алиэкспресса другой торговой марки. Там тоже были структурирующие гели, но они были гибкие. От тех материалов осталось в полном восторге. Как от работы с ними, так и от носки этих материалов на руках клиентов. В работе замечательный, хорошо быстро самовыравнивается. Хочется посмотреть на молочный оттенок после полимеризации. Не даст ли он желтый оттенок, как это любят делать молочные камуфляжи. Но нет, после лампы молочный оттенок остался абсолютно молочным, без ненавистного желтого оттенка. Второй гель Беж. И посмотрим на цветные гель-лаки. По консистенции однотонные цветники, которые я выбрала, приятные, кремообразные. Отлично наносятся, хорошо выравниваются. Кисть обычная, удобная, хорошо отдает цвет. Те прожилки, которые остаются после проведения кистью, быстро сплеваются благодаря хорошей самовыравниваемости. В общем, мне понравились материалы. Соотношение цена-качество на высоте. Продолжение следует... Продолжение следует... Блёстки. Все оттенки здесь нанесены в два слоя. Очень интересно смотрится номер 186. Это розовый с золотым шиммером. Необычный. Также не менее крутой номер 198. Он как будто хамелеон. Остальные три с мелким и голографическим пигментом. Он здорово переливается разными оттенками, но чёт камера плохо их передаёт. Вот все мои новенькие оттенки вместе. Однотонные оттенки нанесены в один слой, кроме номера 03. Ссылка на El Pazashop будет в описании под видео. Всем моим подписчикам El Pazashop дарит скидку в 10% по промокоду, который будет в описании. Также ещё приятным сюрпризом от El Pazashop будет сертификат на сумму 1000 рублей на покупку материала в магазине. Чтобы получить сертификат, нужно победить в конкурсе. Условия по конкурсу также будут в описании. Всем удачи! А я перехожу к работе. Так вот, я ждала клиентку со своим покрытием, хорошенько отросшим и поломкой или сколом. Я была в отпуске и понимала, что покрытие сделано давно и оно отросло прилично. Но нет, клиентка пришла не с моими ногтями. Пока я была в отпуске, она пошла к другому мастеру. Она с детьми была в деревне и пошла в местный салон. Снятие старого материала и маникюр вопросов у неё не вызвало. А вот когда мастер начала укрепление, клиентка была немного ошарашена. Мастер очень долго делал выравнивание, вернее, как видите, пыталась его сделать. Упорно не хотела переворачивать руку ногтем вниз, хотя моя клиентка предлагала, основываясь на своих воспоминаниях о моей работе. Знаю, когда клиент говорят, а мой мастер вот так-то делал, попробуйте, может у вас тоже получится. Это немного подбешивает. И возможно, тот мастер уже принципиально не хотела делать так, а сделала по-своему. А ещё я слышала, есть мнение, что переворачивание руки – это древний метод выравнивания, что современные мастера не должны так делать. Поверьте, мне много пишут сообщений в личку и добрая часть совета и наставлений типа этого. Или, например, что старый материал нужно полностью снимать обязательно. Но об этом я уже рассказывала в прошлых видео. Выравнивание моя клиентка говорит, делали ей очень долго, но по итогу никакого выравнивания нет. Есть достаточно толстенький слой укрепления. Но зная, что я веду ютуб-канал и всегда в поиске модели с такими вот ногтями, клиентка говорит, что кешила её одно – порадовать меня такой красотой на коррекции и интересной темой для видео. В принципе, чего уж открещиваться, так и есть. Я сразу включила камеру и со всех сторон обсмотрела это произведение. Когда все ногти были укреплены, от мастера прозвучал вопрос, который просто в шок поверх мою клиентку. Мастер ей сказала, что гель достаточно жидкий и за время, пока он сох в лампе, растёкся. Это такая особенность геля, сказала она моей клиентке. То есть, она тут абсолютно ни при чём, что вот такие плюхи получились. Это гель виноват. И самое интересное, по желанию клиента она может опилить то, что затекло, но может оставить и так, как захочет клиент. Но за опил нужно будет доплатить. Эта услуга есть в прайсе, то есть в прайсе всё учтено. И то, что клиентка сейчас сидит перед ней в шоке – это вина самой клиентки, так как она не посмотрела внимательно прайс. Я где-то когда-то видела, что некоторые мастера берут доплату за смену формы, то есть был миндаль, хочешь квадрат – плати, и наоборот. Я личными глазами где-то в объявлении видела в прайсе отдельной графой эту услугу. Но тут ещё более-менее можно понять. Но когда мастер, мягко говоря, неровно выложил гель, а чтобы получить ровные ногти, клиенту нужно доплатить, по-моему, это перебор. Моя клиентка отказалась от этой услуги. Далее мастер предложила дизайн, клиентка на него согласилась, и бабочки появились на ногтях безымянных пальцев. Клиентке, конечно, не хотелось уже никакого дизайна, и уже хотелось домой поскорее уйти. Но она говорит, ради видео, ради тебя я вот сидела, делала этот дизайн. Если честно, у меня нет абсолютно никакой агрессии, претензий к этому мастеру, который выполнил работу. Претензии, скорее всего, должны быть её клиентом. С моей клиенткой, ладно, всё понятно. Она решила вовремя сделать коррекцию, что, в принципе, очень правильно, но ко мне попасть не смогла. Увидев в процессе, что происходит, она бы могла, конечно, остановить работу. Хотя она говорит, что была уверена в опиле, что мастер после выкладки обязательно всё опилит и выровняет. Дальше уже терпела ради прихода ко мне, ради видео для меня и ради моего канала. Но у меня другой вопрос. Мастер работает, значит клиенты идут. Если бы не шли, она бы не работала. Неужели всех всё устраивает? Этот вопрос, конечно же, останется без ответа. За эту работу клиентка заплатила 1200 рублей, причём это цена в селе. 1000 было укрепление, 100 рублей 2 ногти с дизайном и 100 рублей растяжка блёстками на остальных пальцах. Вот такая удивительная история. Много интересного происходит в мире маникюра. Покрытие мы снимали очень долго. Я уже сняла покрытие, опилила форму клиентка. Всегда ходит с формой квадрат. Коротенькие квадратики мы её делаем. Но сегодня захотела миндаль. Видать, полученный маникюрный шок сказывается. Покрытие относилось более-менее нормально. Кстати, ему здесь 12 дней. Самые большие отслойки на ногти у среднего пальца. Они по линии кутикулы и с паков. Но не критично. Теперь выполняю маникюр, открывая подкутикульный карман. Отделяю кожу от ногтевой пластины, чтобы в открывшийся подкутикульный карман можно было завести носик фрезы. Это важно для маникюра. И теперь фрезой прочищаем. На подготовленные ногти наношу праймер. Теперь база. Первый слой наношу грунтовочно. Втираю материал в поверхность ногтя. И теперь укрепляющий слой. База средней жидкой консистенции. С такой базой нужно быстрее работать, иначе она может убежать. Она не совсем жидкая, конечно, не как водичка. Но всё же жиже, чем привычные каучуковые базы средней консистенции. Также переворачиваю руку ногтем вниз, чтобы база стекла с боков в центр. Очередь цветного покрытия. На все ногти наношу номер 87. Наносить буду в один слой, поэтому сразу выравниваю цветы кутикулы. Хорошие гель-лаки легко уложила в один слой. Клиентка любит блёстки. Нужен 198. В верхней части ногтя наношу гель-лак. Тонкой кистью подвожу к кутикуле. И теперь кистью гребешок делаю растяжку. Перед каждым проходом кисть вытираю насухо. Перекрываю все ногти топом. Топ каучуковый. Он чуть гуще базы. Он приятный средней консистенции. Отлично подходит для выравнивания мелких недочетов на финальном этапе. Этот топ без липкого слоя. На ногтях больших пальцев будет дизайн. Нарисуем бабочек. Укрепление выполняем молочным гелем. Он будет служить фоном под дизайн. Эти два оттенка нужны для дизайна. Сначала голубым рисую крылья бабочки. Теперь фиолетовым добавляю цвет крылья. В основном фиолетовый наношу по уголкам и растушевываю к центру крыла. Обязательно наношу цвет на нижнее крыло под верхним. Делаю тень. Также наношу цвет у основания крыла и растушевываю цвет к центру. Номер 198. Добавляю яркость и блеск к крыльям. Также наношу цвет в уголках и растушевываю на крылья. Добавляю золотые пятнышки. Черный гирь краской обвожу крылья. По внешнему краю линию делаю чуть толще. Перекрываю ногти на больших пальцах также топом. Ну и вот, собственно, работа завершена. Преображение выполнено. Такое чувство ногти скинули тяжелый груз. Материалы отличные в работе, понравились. Не забывайте про скидку 10% и конкурс, призом которого сертификат на 1000 рублей. Все подробности в описании под видео. Надеюсь, вам было со мной интересно. Если это так, ждет вас лайк. Я очень старалась. Здесь еще и клиентка постаралась. Так что ей тоже лайк. Так сказать, разбавила контент занимательной историей. Подписывайтесь на канал. Впереди много интересных видео. На сегодня у меня все. Всего доброго. Хорошего дня. Хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok